6 января в Новодрожино произошла авария, разрыв на линии теплоснабжения поселка. Проще говоря, где-то под землей прорвало трубу с горячей водой. Ситуация, конечно, неприятная и для коммунальных служб, и для жителей поселка. Однако последним опасаться вообще пока не стоит. Пока тепло в домах никто не отключал. Оно подается в штатном режиме, потому что точное место прорыва еще установить не удалось. Но вот предположительно, оно находится здесь. Если это действительно так, то тогда трубу вскроют, тепло на несколько часов отключат и поломку устранят. О ходе поисков слабого звена теплосети коммунальщики докладывали главе района напрямую, что называется в полевых условиях. Если, получается, мы находим чуть позже место аварии, и нам нужно будет продлевать работу, тогда надо будет квартирно обойти, еще раз вывесить объявление, что работы будут продлены. Основная задача – это найти конкретное место утечки, что не так просто, ведь теплотрасса спрятана глубоко под землю. После обнаружения – дело за малым. Ориентировочно такую аварию можно ликвидировать за 4-6 часов. Но мы еще не знаем точно. Утечка происходит на одной трубе, на двух, соответственно. После того, как будет вскрыта камера, тогда только лишь смогут определиться, что нам предстоит сделать. На время проведения работ в поселке открыты пункты обогрева. Они находятся в Бутовской школе номер 2, в здании управляющей компании и амбулатории Новодрожжино. До пунктов можно добраться на автобусах, которые дежурят в дворах специально с этой целью. Один из пунктов обогрева находится по адресу Новодрожжино, дом 7. Вика, хозяйка этого пункта обогрева. Вика, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, чем у вас здесь можно поживиться? Можно прийти попить чай черный, зеленый с мелиссой, кофе три в одном, кексики, сахар в чай, в кофе и вафельки. Как бы вы поступили, если бы среди зимы в вашем доме вдруг остыли батареи? Наверное, включили бы электрообогреватели. Действие вполне логичное, согласитесь. Однако это, в свою очередь, может привести к перегрузке электросетей. Может, но не приведет. Для предотвращения такой ситуации в Новодрожжино дежурят специальные бригады инженеров. Оставлены МАЭСКом электрогенераторы. В случае отключения мы их подключаем, запускаем и подаем электроэнергию. Выходит, не так страшен черт, как его молюют. Благодаря реакции властей чрезвычайной ситуации нет. А временные трудности будут устранены в ближайшее время. Илья Кремнев, Владимир Андреянов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.